Организованные Министерством дошкольного и школьного образования по всей стране проходят съезды учителей. Их основной целью является обмен взаимным опытом среди педагогов, внедрение в практику новых образовательных методов, поиск совместных решений, проблем. Очередные прошли в Республике Каракалпакстан и Хорезомской области. Съезд учителей, организуемый Министерством дошкольного и школьного образования, направлен на совместную реализацию образовательных реформ, обсуждение существующих проблем и разработку конкретных предложений по их решению. В мероприятии, прошедшем в городе Ургенче, приняли участие свыше 300 преподавателей общеобразовательных школ Хорезомской области. В центре дискуссии – ключевые аспекты, на которых нужно акцентировать особое внимание для достижения намеченной цели. А это – поднятие сферы образования на качественно новый уровень, продолжая сегодняшние реформы нового Узбекистана. На встрече учителя, отличившиеся высокими достижениями своей деятельности, награждены нагрудным знаком отличных народного образования, а также благодарственным письмом и специальными грамотами от имени Министерства дошкольного и школьного образования. Я награжден нагрудным знаком отличник народного образования, чему я искренне рад. С 1 января 2024 года во всех районах нашей области будут организованы специальные IT-классы в системе специализированных центров. Туда ученики будут отбираться путем тестовых испытаний. Это, в свою очередь, будет способствовать подготовке опытных IT-специалистов. Отрадно, что этому направлению образования уделяется столь высокое внимание. На мероприятии, посвященном подведению итогов и планам на перспективу, преподаватели имели возможность выдвинуть и свои предложения и инициативы, которые направлены на дальнейшее совершенствование системы образования. Встреча прошла очень интересно, насыщенно. Были подведены итоги, чего достигла наша Хорезмская область в этом учебном году, какие результаты, какие еще хотим достигнуть результаты. Спасибо большое нашему президенту. Статус учителя, приоритет учителя ставится на первое место. Я, как учитель, прилагаю все усилия, чтобы действительно воспитать нашу молодежь, наших детей в духе современности. Я не чувствую себя иностранцем здесь, поскольку ко всем преподавателям в стране государство оказывает заботу, что мотивирует нас усердно работать над собой и вкладывать максимум усилий для качественного образования детей. У меня любовь к Узбекистану на протяжении уже многих лет. Все началось из творчества Амара Хаяма. Сегодня эта любовь меня привела сюда. Я преподаю в одной из школ этого региона. И зарубежные преподаватели сами изъявляют желание работать в Узбекистане, потому что сфера образования сегодня значительно шагнула вперед. И это впечатляет. Участники съезда также обменялись мнениями и опытом преподавания на основе современных методов, которые сегодня широко применяются во всех учебных предметах. Ну а культурно-развлекательная программа придала мероприятию особую атмосферу. Съезд учителей под девизом «Стосталем бунеткара» прошел также в городе Нукусе, который собрал преподавателей из всех районов республики Каракалпакстан. Мероприятие стало своего рода площадкой для взаимного диалога по вопросам совместной реализации образовательных реформ, обсуждения существующих проблем и выработки конкретных предложений по устранению недостатков. Отмечены меры, проводимые в последние годы по коренному совершенствованию сферы образования и необходимость дальнейшей реализации намеченных мер. На мероприятии группа педагогов республики, имеющих многолетний опыт работы и активно участвующих в этих реформах, награждена нагрудным знаком отличных народного образования, а также благодарственными письмами и грамотами министерства. Встретились учителя всех предметов. Это начальное образование, биология, физика, математика и многие другие предметы. На таких семинарах учителя не только обмениваются опытом и методами, но и, конечно, это сближает их. Мы объединяемся как в одну семью. В образовании мы должны решать задачи совместно с учителями, решать какие-то проблемы, недочеты. И, конечно, спасибо нашему руководству, которое поддерживает учителей, потому что учителя должны быть вооружены большими знаниями, навыками, потому что мы учим самое драгоценное, что у нас есть – это наших детей. Состоялся также обмен опытом в сфере внедрения инновационных методов, преимущество которых заключается в том, что они способствуют повышению активности учащихся в освоении полученных на уроке знаний.